Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Красота, если бы я еще мог передать какой запах тут стоит, просто красота, просто красота. Я вырос среди сосен. Очень люблю сосны. Нахожусь в Ирпене, город такой Ирпень, под Киевом. Много коттеджей, хороших, приличных домов, стоящих прямо в сосновом лесу. Запах просто трудно описать. Мы проводим тренинг тут. Тренинг называется спецтренинг супергерой MLM3. Уже третий. 44 партнера из разных городов, из разных стран приехали для того, чтобы научиться делать бизнес. В течение недели с утра до вечера. В 9 мы начинаем и после 0 заканчиваем. Скоростной интернет у всех и все сидят и долбасят. Увидите эту картинку. И суть-то тренинга состоит не в том, чтобы воспринимать информацию, излагаемую лектором, теоретическую информацию. А практически работать, вариться среди более успешных, задавать вопросы, практически, в процессе работы. И за время этого тренинга человек не только не потерял движение, темп, оторвавшись от своей организации, своего места рабочего. А наоборот, заработал больше денег значительно, потому что он все это время работал, фактически, трудился, подписывал людей, продавал продукт. Это моя мечта. Это такой современный подход. И позволяет это делать интернет и наличие инструментов. Ну и хорошо организованная система. У нас еще далеко не все хорошо организовано. В частности, доставка продуктов там, продать и так далее. Но, в принципе, все двигается. За 13 месяцев 19 тысяч партнеров. По-моему, достойный результат. Вот час назад в интернете подвернулся ролик. Случайно выскочил как-то, не знаю, на ютубе. Молодой мужчина, высокий, симпатичный, на морозе проводит социологический опрос. И потом обосновывает теорию о том, что надо уметь топ-лидерам сетевых компаний хорошо общаться и уметь делать холодные контакты и на холодном рынке строить бизнес. И учить этому свой партнер. Предлагает он какое-то видео-шоу на эту тему. Ну, все так. С точки зрения теории грамотно изложено. Ничего против сказать не могу. Только на самом деле все, как бы помягче сказать, не соответствует... Вообще ничему не соответствует. Потому что никто не будет это делать. Я очень хорошо понимаю по прошествии 16 лет, что люди устроены так, что они будут делать только то, что им комфортно. Хоть кол на голове тиши, хоть какой метод, который приносит кучу результатов. Но если это надо напрягаться, если надо это некомфортно, если надо каждый раз себя изнасиловать, чтобы пойти что-то сделать. А как он показывает на видео, получает отказы, на морозе стоит или по магазинам ходит и униженно просит, значит, ответить на вопросы. А люди говорят, не-не-не, и перестаньте меня фотографировать на видео снимать. Извините, следующий, следующий, следующий. Конечно, это закалка. Нафиг нужна такая закалка. Она совершенно не нужна. Это никуда не приводит, потому что это никак не дублицируется. Это никак не воспроизводится. Это замрет через какое-то время. Даже если ты герой, если тебе пополам, если у тебя железобетонный лоб, и ты можешь на улице строить огромные организации, все равно твоему бизнесу кирдык, потому что это не воспроизводится твоими людьми. Зачем делать то, что не может основная масса? Зачем напрягаться и учить тому, что не работает для людей? Люди не хотят на улице униженно раздавать листовки или подходить к незнакомым людям и о чем-то их спрашивать с умным видом. Они могут решиться на это один раз, два раза, три раза в конце концов, а потом они соскочат. Я прошел это много раз, поэтому все, кто смотрит меня и еще надеется построить бизнес недублицируемыми методами, это ошибка глубокая, заблуждение. Я сочувствую этому молодому человеку, который якобы что-то понял. Это не работает, это не работает, это не функционирует, это не приводит к успеху, это приводит к развалу. Человек сам непонятно, почему вдруг все разбежались. Вроде все настраивалось. Надо делать только то, что комфортно. Комфортно дома сидеть за компьютером, да. Комфортно не подходить к незнакомым людям, а общаться только с своими знакомыми. Да, так и то не все могут. Комфортно строить бизнес таким образом, что деньги начинают поступать быстро и радуют тебя. Хорошо это, приятно, да. Значит, вот тут есть шанс. Но если надо много и долго работать, если надо делать вещи, которые можно сделать только с усиленной мотивацией, что нужно каждый раз себя измордовать, чтобы выйти на работу, то никто делать ничего не будет. Люди ленивые существа. Люди не хотят выходить за рамки комфорта. Ты должен выйти за рамки комфорта. Фигня, ничего не должен. Ты должен начать. Должен, но не начинаю. И таких 95%, а может 99%. Это надо признать. Поэтому надо искать такие формы, которые бы воспроизводились. Хотя бы какой-то частью. Пусть не большинством, но какой-то значительной частью людей. Если это так, то тогда значит все. Ну и потом смотреть надо. Рассказывать теорию можно сколько угодно. Надо, когда ролик такой человек показывает, надо сказать, вот я работаю на улице, делаю холодные контакты, провожу соцопрос, потом звоню, потом встречаюсь, потом их обучаю, потом подписываю, потом обучаю. И они делают то же самое. И в результате вот за год я построил организацию, там сколько-то дистрибьютор. Надо назвать, сколько за год появилось такое. Какой труд и какой результат. А то все рассказывают, как надо работать, а никто не говорит, к какому результату это приводит. Сколько денег ты заработал, какой у тебя чек, как выросла твоя организация и сколько людей, наученных тобой, тоже как и ты, каждый день выходят на улицу. И проводят на морозе социологический опрос, делая холодные контакты. Если хотя бы 200 человек ты таких найдешь за год работы, то ты будешь героем Советского Союза. Но я вас уверяю, никто никогда столько людей не найдет. А вот 19 тысяч за 13 месяцев в интернете набрать, которые зарабатывают 100, 200, 500, 600, 1000, полторы, две тысячи долларов в неделю, всем. Вот это, да. Не верьте, когда вам рассказывают, что с помощью какого-то сложного, трудного, морально трудного метода, можно, сцепив зубы, преодолевая свои слабости, построить большую организацию. НЕ-ВО-З-МО-Ж-НО! НЕ-ВО-З-МО-Ж-НО! Желаю вам удачи!